Селезнёв Артём и это подкаст. Я теперь знаю, почему таксисты такие специалисты. Специалисты во всём. И не просто специалисты, эксперты прямо-таки. Всё что угодно. Политика, экономика, создание законодательства. На самом деле таксисты это просто как маленькие переносные телевизоры. Ну я так себе это представляю. В большинстве своём население любит смотреть телевизор. И таксисты это как такие маленькие телевизоры. Вот что показывают по телевизору. Новости, обсуждения. В студию приглашают обсудить какой-то вопрос, новость. Люди любят это смотреть. Для них важно чьё-то мнение. Таксисты точно так же. Они просто восполнили эту нишу. Садитесь в машину, нет телевизора. Таксист вам разбавит этот телевизор. Он с вами может поговорить о политике, о кино, о новостях, о экономике. Со мной даже был такой таксист. Я ехал из одного города в другой город на такси. И возвращался назад. Этим же такси. Так вот таксист оказался специалист по эзотерике. Он мне рассказал всё. От душ умерших до НЛО. И даже кто построил египетские пирамиды. Всё рассказал. Я даже не понял орать мне того, что он рассказывает за рептилоидов. Как они захватили власть и сидят, управляют всем миром. И люди охотно поддерживают этот разговор. Меня это удивляло. Почему таксисты всегда перебирают эти темы, когда с ними едешь. Они хотят пообщаться. На самом деле потому, что они заполняют эту нишу. Потому, что это нужно. Каждый раз они разговаривают. Они узнают, что интересно. Их попутчику. Политика, экономика, новости. Какие-то происшествия. Экспертность в чём-либо. Однажды такого разговорчивого таксиста я спросил, как он относится к тому, что в нашу страну приходит Убер. Он говорит, а что это такое Убер? Он даже не знает, что такое Убер. В Европе очень много забастовок с Убером. Во Франции были забастовки. Их даже поддержал президент, социалист. Мол, Убер забирает деньги и работу у таксистов. Естественно, такой президент Франции, даже не хочу его имя называть. Это враг обычных людей. То есть, он за поддержание высоких цен. Не за снижение цен в честной конкуренции, а за поддержание высоких цен. Лишь бы была работа. На самом деле, получается, что обычный пользователь такси грапится. Поскольку цены искусственно завышены. Раз в Убер они ниже. Точно так же и в моей стране с Убером борются. Забастовки устраивают. Отлавливают таксистов с Убера. Потому что в них низкая конкурентная цена. Ну, это великолепно, что цена низкая. Ведь выигрывает в конечном счете кто? Потребитель. Я, конечно, и виду не подал, что я удивился в том, что таксист-эксперт, но не разбирается в Убер. Может, он не хотел говорить? Не, вряд ли. Слишком разговорчивый был. Он бы сказал бы что-нибудь. Поэтому вся эта наигранная экспертность не стоит ничего. И я не беру только один пример с Убером конкретно одного водителя. Можно их много в чем подловить на самом деле. В той же политике, в тех же новостях. Почему он верит какому-то непонятному источнику с интернета. Они даже не задаются этим вопросом. А может ли этот источник быть правдивым или нет? Так что я не сильно-то и люблю развлечения. Это как пообщаться с таксистом. Пообщаться о чем, о жизни. У меня есть много знакомых таксистов. Они очень разговорчивые люди. Я бы даже сказал бы крайне разговорчивые люди. Любят поговорить буквально обо всем. И ремонт машины не самая страшная тема. Они даже могут считать себя классными рыбаками, если побывали всего пару раз на рыбалке. Просто они любят и умеют рассказывать. Если пассажир заводит разговор о рыбалке, они обязательно поддержат и расскажут все. Но что самое интересное, они редко начинают рассказывать за своих клиентов. Только если их расспрашивать. Ну или разве что за столом, не в автомобиле. Тогда рассказывают за клиентов, как они обувают, как наживаются на клиентах, как зарабатывают, как грабят пьяных, лазая по карманам в кошельках. Своих пьяных пассажиров грабят. Но это видео не о ненависти к таксистам. Я часто пользуюсь их услугами. На самом деле, бывают очень культурные такси. Чистенькие, аккуратненькие. Это замечающе, это нравится. Их экспертность я всегда ставлю под сомнение. Они просто восполняют эту нишу. У нас любят и говорят, что самые классные политики – это таксисты и парикмахеры. Парикмахер точно так же. Он стоит, пока вы сидите. Вас скрижут, служат. Иногда хочется за целый день с кем-то наговориться. Естественно, чтобы этот процесс был максимально эффективен, с вами будут говорить на ту тему, которая вам интересна. Ну или попробуют навязать свою. В крайнем случае, неудачно навязали. Будут говорить на ту тему, которая интересна вам. Поддержат разговор. Но опять-таки, для большинства это политика, экономика, новости. Может быть, кино из какого-то вышедшего, недавно нашумевшего, можно так сказать. Не обязательно не рады всех расстрелять. Но ничего. Попробуйте поразвлекаться. Пообщаться с таксистами. И говорить на такие темы, на которые для них сложно. Для новичков, кстати, это не самое главное говорить. У политики не могут на разные темы говорить. А вот самые матерые, самые такие прожженные таксисты. Попробуйте с ними поговорить о чем-то необычном. Илон Маск запускает ракеты в космос, которые могут садиться. Раньше просто сгорали в верхних своих атмосферах, и осколки падали на землю. Ну, к примеру. До свидания и до новых встреч.